Ура! Автосалон! Выставка новейших автомобилей! Еще недавно это волшебное действие было событием номер один в автомобильном мире. Но вот в мае 2024 года прекратил свое существование ведущий автосалон мира Женевский. И это стало плохим знаком для европейского автомобильного рынка. Несмотря на это, в октябре 2024 года автосалон в Париже все же открылся. Европа еще со времен Шекспира славилась неумеренными перами во время какой-нибудь чумы. Вот и теперь. Парижский автосалон открыл лично президент Франции, несмотря на скандальные пошлины, которые Европа хочет ввести на китайские электромобили. Но пошлины это уже потом. А сначала начали падать продажи европейских автомобилей. Пригрозили закрытием заводы Volkswagen в Европе. Крупнейшие игроки французской автомобильной промышленности, такие как Michelin, приостановили производство на некоторых своих шинных заводах. Руководитель автогиганта Stellantis Карлос Таварис заявил в прошедшее воскресенье, что не исключает закрытие заводов группы по всему ЕС. А Stellantis, на минуточку, это автомобиль 16 брендов. Европейские автопроизводители угрожают закрытием заводов не потому, что китайские автомобили дешевле, а потому, что снизился спрос на авто в Европе. Это произошло потому, что население Европы вымирает. Автомобили в таких количествах, как прежде, населению Европы уже не нужны. Если ограничить пошлинами ввоз автомобилей из Китая, то население Европы, а вместе с ним и спрос на новые авто, уже не увеличится. А что происходит в Китае? Рост производительности увеличивает безработицу в Китае. Пока все заводы работают и успешно продают свою продукцию, у Китая хватает денег, чтобы кормить безработных. Один из способов кормления безработных – это призыв в армию. Но как только падает сбыт китайских авто в Европе, доходы автопроизводителей тоже падают, в стране заканчиваются деньги на кормление армии, и начинается война, которая уничтожает лишнее население.